Денис Мантуров Денис Мантуров. Министр промышленности и торговли России. В сентября 2007 года назначен заместителем министра промышленности и энергетики правительства России. В мае 2008 сохранил должность в переименованном ведомстве. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. С 2012 года министр промышленности и торговли России в правительстве Дмитрия Медведева. Уже несколько лет министр постоянно на связи с Чувашской Республикой. В 2017 году в столице Чувашии Денис Мантуров провел заседание Координационного совета по промышленности. Тогда в республику приехали представители 60 регионов страны. Обсуждали пищевое машиностроение в России, региональные фонды по развитию промышленности. По их созданию Поволжье занимало лидирующие позиции. У нас появился чемпион из регионов с учетом той тенденции, которая сформировалась в прошлом году по созданию региональных фондов. У нас до этого был Санкт-Петербург с общим объемом в миллиард. Чувашия приняла буквально несколько дней решения назад. Полтора миллиарда рублей фонд развития промышленности. Уже два года Денис Мантуров курирует социально-экономическое развитие региона в рамках ИПСЭР. Промышленные предприятия всегда могут рассчитывать на поддержку министра. А договоренности с руководством Чувашии помогают реализовать весь экономический потенциал. Коллеги выпускают современную продукцию, современную номенклатуру, которая востребована не только у потребителей в России, но открывают уже для себя горизонты на зарубежных рынках. И это говорит о том, что эта техника качественная и она конкурентоспособна на внешних рынках. Поэтому рассчитываем то, что те инструменты поддержки, которые сегодня есть на федеральном уровне, на региональном уровне, а фонд развития промышленности на сегодняшний день в Чувашии с объемом капитализации практически самый крупный в России – это более полутора миллиардов рублей. Денис Мантуров в 1994 окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности «Социология». Кандидат экономических наук. В списке учебных заведений Дениса Валентиновича числится и авиационный институт. Женат, воспитывает дочь и сына. В сопровождении главы республики Денис Мантуров посетил завод по производству солнечных батарей и модулей группы компании «Хевел». За происходящим на предприятии в Новочебоксарске следила Татьяна Молокова. В 13.40 сегодня на предприятие прибыл Денис Мантуров. «Хевел» участвует в индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашии и ПСЭР, о которой мы рассказывали ранее. Мы чувствуем очень здорово вашу поддержку и активно участвуем во всех программах, которые Минтонпрок запускает. В том числе мы выставили достаточно солидную команду для обучения по подготовке команд для создания инфраструктуры технопарков и индустриальных парков. Вот уже проект начат. Это будет хорошим подспорьем для предпринимателей уже на готовую инфраструктуру приходить. «Следующее, мне кажется, очень серьезное направление для того, чтобы реально изменить ситуацию – это та работа, которая запущена благодаря личному вашему поручению. Это работа совместно с департаментом Минтонпрок Российской Федерации. И здесь мы реализуем 24 направления или 24 проекта с каждым департаментом по различным направлениям. И здесь работа ведется достаточно плановой, я бы так сказал. Есть ощутимый эффект уже, и самое главное, этот эффект выражается в том, что отдельные предприятия, конкретные предприятия чувствуют конкретную поддержку и градус ожидания. Это самое важное, он растет, и люди очень активно инициируют новые и новые проекты». «Денису Мантрову детально рассказали и показали нанотехнологии, с помощью которых создаются солнечные батареи на этом предприятии. Завод – первое и единственное предприятие в России и в Европе по производству высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей и модулей мощностью 350 мегаватт в год. К слову, солнечные батареи, которые здесь производят, хорошо известны в России и за ее пределами». «Но вернемся к подробностям визита Дениса Мантурова. На самом деле информации не так много. Мы уже говорили, что визит проходит в закрытом от прессы режиме. Известно, что сегодня делегация побывала в музее космонавтики в Шоршеллах, где возложили цветы к могиле третьего космонавта Советского Союза Андриана Николаева. Затем высокопоставленные лица вернулись на Хевелл. «И здесь руководитель Минпромторга России вручил главе Чуваши Олегу Николаеву сертификаты на оборудование сразу трем ведомствам – Министерству здравоохранения, культуры и Минспорта. Вручение сертификата – это, по сути, такой церемониальный акт». «Про эти сомбляризованные очень важные решения, то есть это троллейбусы, которые рисованы. «Шестьдесят восемь троллейбусов, которые мы получили, подготовили и выпустили их на улицы города Чебоксара и мэр Чебоксарска, за счет чего, конечно же, сразу же произвелось намного два составляющих городов. Первый – это, конечно же, внешний облик, потому что, когда сразу так много троллейбусов выходит на улицы, это, конечно же, и красиво, и эстетично. Но самое главное – это, конечно же, безопасность пассажиров и качество транспортного обслуживания». «На самом деле программа поддержки импортозамещения уже работает, и некоторое оборудование уже было закуплено. Вот, например, был приобретен инновационный аппаратно-программный комплекс для тестирования юных спортсменов. На стадионе «Олимпийский» сейчас работает моя коллега Екатерина Шеверова. Передаю ей слово. Здравствуйте, Павел Александрович. У вас приехало новое оборудование сегодня. Расскажите, пожалуйста, для чего оно, и что входит в комплект этого оборудования? Да, мы получили в Центр спортивной подготовки новое оборудование. Стань чемпионом. Включай отсюда медицинское направление. Психологическое, спортивное и компьютерное. Детей от 6 до 11 лет, чтобы определить сильные стороны и по каким данным видам спорта они могут заниматься. Здесь нужен обязательно медицинский работник, должен присутствовать? Здесь медицинский работник не обязательно. Может любой специалист провести эти тестирования. То есть компьютер сам определяет, да, вот сильные и слабые стороны, тестируем его? Да, компьютер сам определяет. А повторное тестирование нужно будет? Повторное тестирование можно через полгода. Это хороший плюс для нашей республики, что есть такой комплекс. В республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва номер 3 Минспорта Чуваши были поставлены два новых борцовских ковра почти на 4 миллиона рублей. И первыми эти ковры опробовали участники финального этапа пятой летней спартакиады молодежи по вольной борьбе. Соревнования сильнейших юных борцов проходили в Новочебоксарске в середине июля. Смогли обновить материально-техническую базу и в девяти школах искусств и музыкальных школах республики. По программе импортозамещения учреждения доп. образования получили музыкальные инструменты на 10 миллионов рублей. В Чебоксарской музыкальной школе имени Максимова работает репортер республики Ребегина Кубайкина. Мы находимся в детской музыкальной школе имени Максимова. Олег Игоревич, расскажите, пожалуйста, какие инструменты к вам совсем недавно поступили? К нам в этом месяце по программе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации поступили два огромных набора духовых инструментов на общую сумму порядка 3 миллионов рублей. В эти наборы входят такие инструменты, как кларнет, флейта, саксофон, валторна. Также по этой программе в нам в школу поступило 6 пианин отечественного производства. Очень достойные инструменты. Педагоги подходили их, несмотря на то, что находятся в данный момент в отпуске. Опробовали их, говорят, что очень достойные инструменты, что на них будет заниматься гораздо приятнее, чем на том фонде, что у нас имеется. Также, ну, в общем, порадовали нас сегодня. Это просто фантастика, это просто чудо какое-то. Мы такого количества инструментов не получали последние, никогда, наверное, да. С момента открытия школы, наверное. А нашей школе, прошу заметить, в прошлом году исполнилось 100 лет уже. Благодаря программе импортозамещения Минпромторга России, 9 детских музыкальных школ в Чуваше получили новые музыкальные инструменты. Они начали поступать к нам еще зимой. В июле же все поставки завершены. Фортепиано, барабаны, ксилофоны. Более чем на 10 миллионов поступили в детские музыкальные школы. Все это позволит, конечно же, на более высоком уровне преподавать музыку в школах. И дети с большим удовольствием будут заниматься этими предметами. Сегодня в программе визита федерального министра и подписание специнвестконтракта СПИК-2.0, который предусматривает производство сельхозтехники малой и средней мощности, которая востребована на внутреннем и внешних рынках. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика. Как стало известно, в ходе переговоров Денис Мантуров отметил, что министерство и федеральный центр продолжат оказывать Республике поддержку в реализации масштабных инвестпроектов. Речь прежде всего об ИПСЭР, индивидуальной программе социально-экономического развития. Республика Чувашия – одна из самых активно развивающихся региональных экономик. Мы за последний год проделали очень большой объем работы. Программа кредитования индивидуального жилищного строительства как раз сейчас получает свое развитие. Карты открыты, мы можем действительно стучаться в двери, и нам открывают. Дело уже не в рейтингах и спорных методиках определения успешности. Одна из национальных целей – это увеличение объема жилищного строительства. Изменение инвестиционного климата, инфраструктурной реновации уже не в сухих отчетах. Вот она моя квартира. Черновая отделка, правда, здесь, но зато своя. Средства были направлены на поддержание наших институтов развития малого и среднего предпринимательства. Мы получили лицензию на медицинскую деятельность, официально открыты, и набираем в штат 15 сотрудников. И у нас уже есть предприятие, которое находится на пике этого направления. Апрель 2020-го. Знаковое время для республики. В правительстве страны подписано распоряжение о включении Чувашии в индивидуальную программу социально-экономического развития. ИПСЭР. По сути, впервые был запущен механизм одновременно адресный и точечный, и охватывающий десятки системообразующих направлений экономики. Запущено 19 мероприятий по пяти направлениям. Развитие инвестиционных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса, обеспечение квалифицированными кадрами, ориентированными на экономику конкретного региона. Уже через год, 17 мая 2021-го, в Верхней Палате Российского Парламента подвели первые итоги реализации ИПСЭР. Не обошлось без составления рейтингов. Андрей Кутепов, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике. На сегодняшний момент, с нашей точки зрения, из шести регионов мы с коллегами первой поставили Чувашию. В регионе профинансированы меры поддержки с инвестиционным эффектом. Сразу виден результат. Государственные и региональные инвестиции – 1 миллиард 212 миллионов рублей. Создано почти 2400 рабочих мест. В небюджетные инвестиции – 8 миллиардов рублей. 80 километров от региональной столицы – небольшой город Канаш. Именно он был выбран в качестве пилотной площадки для реализации грандиозного проекта – создания ТОСЭР территории, опережающего социально-экономическое развитие. На территории ТОСЭР до марта 2021 года действовало три предприятия. Было создано порядка 140 рабочих мест. Инвестиции, размер которых был вложен в размере 700 миллионов рублей, 670 плюс минус. Ну и с марта 2021 года у нас появилось еще 9 резидентов, которые подписали обязывающие документы и заявили о своих намерениях реализации инвест-проектов на общую сумму в размере 3,4 миллиарда рублей с созданием около 400-500 рабочих мест. На сегодняшний день в моногороде Канаш резидентом ТОСЭР разрешено, чтобы стать резидентом ТОСЭР, определенный перечень из 13 видов АКВЭД, чем можно заниматься. Мы подали документы по расширению этого перечня, мы хотим еще снять эти ограничения. В условиях экономических преференций одной из первых в ТОСЭР Канаш зашла компания Аркто. Производство холодильного оборудования было налажено, что называется, с нуля. Из 48 человек 43 это жители Канаша. Появление перспективного производителя с адекватными планами по развитию не просто гипотетический стимул, а реальный эффект комплексного развития территории. Такие льготные условия, конечно же, с одной стороны позволяют таким заводам и таким производствам развиваться, а мы получаем прежде всего, пусть небольшие, но все-таки доходы в бюджет. Но самое главное, вот когда идут такие процессы позитивные, появляются такие соответствующие настроения, ожидания. А вот эти ожидания порою даже важнее, чем конкретные рубли. Всего за год количество резидентов увеличилось в 4 раза. Качественный и неоспоримый показатель успешности реализации программы ИПСЭР. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 12 резидентов, 9 из которых мы в марте месяце зарегистрировали. Наши резиденты сегодня, это те, которые выпускают химическую промышленность, холодильники, полуприцепы. В будущем мы должны выпускать полиэтиленовые трубы, плюс зерновой терминал должен появиться и часть продукции, номенклатуры которой относятся к железной дороге. На сегодня активной фазой реализации проекции находится ООО «Аркто». Это завод холодильников, холодильник, который используется уже и в медицине, и получается в сетевых компаниях, которые сегодня продукты питания реализовывают. По заверениям как раз руководства этой компании, довольно-таки неплохо идут работы, и даже к концу года выпуск продукции они будут, наверное, утраивать. В рамках проекта «Территория опережающего развития» объявлены два района республики – Батыревский и Цивильский, и город Новочебоксарск, в том числе по типу «Браунфилд», то есть реконструкция уже существующих производственных площадок под новые бизнес-запросы и идеи. При полной подготовке документов, при аккредитации этих индустриальных парков в Минпромторге России, мы получаем первое финансирование на создание уже инфраструктуры этих парков. И так до 2024 года в общей сложности 5 миллиардов должно быть направлено реализацию к предприятию. Программа предусматривает льготный доступ малых и средних предприятий к кредитным ресурсам и микрофинансовым инструментам. Собокупный объем финансирования за 4 года должен превысить сумму в 3 миллиарда рублей. Центр «Мой бизнес» реализует индивидуальную программу социально-экономического развития региона в виде обеспечения доступности к льготным финансовым ресурсам. Одними из получателей этой поддержки является общество с ограниченной ответственностью «Оптимист». Дарья Шац, врач-стоматолог. Еще несколько лет назад перспектива запуска собственного бизнеса была туманной и неопределенной. Сегодня в залитом светом без теневой лампы кабинете уже идет работа. Когда возникло желание открыть свое дело, мы планировали небольшой стоматологический кабинет. Но со временем эта идея переросла в что-то большее, захотелось создать настоящую клинику, а не маленький кабинет. Но, конечно же, средств на это не было. Нам дали займ 1,5 миллиона под 4,25% по программе «Женское предпринимательство». И, что немаловажно, АПМБ нам дали отсрочку на 4 месяца, что очень сильно помогло на старте. За 2020 и истекший период этого года инвестиционных проектов было поддержано более 200. Была оказана поддержка обществу с ограниченной ответственностью «Энергия», которое привлекло кредитные ресурсы МСП-банка в сумме 39 миллионов рублей с поручительством регионального гарантийного фонда в размере 12 миллионов рублей. «Энергия» производит трикотажные рабочие перчатки. Продукт оказался не только востребованным, составил реальную конкуренцию, казалось, безальтернативным лидером рынка – Китаю и странам Юго-Восточной Азии. География поставок у нас очень серьезная. Мы работаем по всей России. Это от Калининграда до Южно-Сахалинска. Также у нас очень неплохой процент на экспорт. Мы экспортируем наши перчатки. Сейчас мы разместились уже в Амазон США, да, также Амазон Европа. Успех одного предприятия в отдельности и промышленности в целом малого и среднего предпринимательства как итог повышения инвестиционной привлекательности всего региона. Индекс промышленного производства у нас превысил положительный прирост 3%. То есть мы идем сейчас на уровне выше среднероссийских. Так уже в июне в речном порту Чебоксар пришвартовался первый из трех быстроходных судов «Валдай». Они будут ходить до Казани. Расширение транспортной инфраструктуры и туристическая привлекательность. Чебоксары станут частью Волжского экскурсионного маршрута. Мы идем в правильное направление. Правильно не просто мечтаем, а действуем. А наши действия направлены на то, чтобы, конечно же, максимально широко использовать возможности реки Волга. Этих великолепных судов. И мы уже договорились с республикой Татарстан о том, что как только судно пройдет все технические регламенты, мы запустим межрегиональный пассажирский маршрут. Дальность полета судна на подводных крыльях до 400 километров. Чувашия станет ближе. Запуск масштабных проектов пусть и сбито, но можно сравнить с локомотивом и эшелоном инфраструктурных проектов. Инженерные и коммуникационные сети, подобные Вельсам, обеспечивают плавный ход всей экономики региона, как составляющей глобальных процессов в стране. В Чувашской республике активно реализуются нефинансовые проекты индивидуальной программы социально-экономического развития. Минстру и республики курируют снятие инфраструктурных ограничений, развитие транспортной сети, оптимизирована система отбора проектов по сооружению инженерной инфраструктуры требуемых мощностей. Системный подход к реализации программы дает самый главный эффект прилагаемых усилий – рост реальных доходов населения. В планах реализации программы сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, увеличение среднедушевого дохода, прирост инвестиций в основной капитал на душу населения до уровня 41 900 рублей. Я очень рада, что я приобрела эту квартиру. Надеюсь, наша жесть изменится, как мы сюда переедем. Мы реализуем государственную политику, участвуем также в социальных программах. И около 50 тысяч квадратных метров жилья было как раз реализовано по социальным программам. В том числе это дети-сироты, ветераны-инвалиды. К нами приобретен земельный участок в юго-западном районе города Чебоксар, где мы планируем построить порядка 70 тысяч квадратных метров жилья. И данными квартирами закроем потребность города Чебоксары по обеспечению детей, сирот и многоветных семей. Новое жилье, новые люди, новый транспорт. 68 новых троллейбусов появились в апреле на маршрутах региональной столицы. Привлекательность и доступность микрорайонов в современные застройки. Удобство жизни в исторических кварталах города. Системный и структурированный подход к развитию региона уже не анонсированный тренд, а планомерная работа министерств и ведомств, бизнеса и граждан. Миллиарды рублей инвестиций, тысячи новых рабочих мест. Чувашская республика входит в новую эру. И это не фигура речи. Чуваша. Регион. Внимание. Внимание к людям. Как сообщает пресс-служба главы Чувашской республики, Олег Николаев выразил благодарность Министерству экономического развития за помощь в обновлении троллейбусного парка региона. Завершилась же рабочая поездка министра посещением Чебоксарского речного порта. Высокому гостю показали новое скоростное судно «Валдай». Официальные итоги визита будут подведены в ближайшее время. Подробности уже в следующих выпусках программы «Республика». И мы продолжаем. Далее речь пойдет о газификации Чувашии. По последним данным, голубым топливом обеспечены порядка 90% жителей республики. В этом году планируется ввод в эксплуатацию двух межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 60 километров. В результате будет газифицирован Заволжский район Чебоксар, а также «Алатарь». Частные дома на улице Менделеева в «Алатаре» появились недавно. Но в каждом уже есть газ. Пенсионерка Вера Махрова переехала сюда, когда стало понятным – улица будет газифицирована. Сейчас живет в комфорте. Ухаживать за большим участком с теплицами держит кур. Все это сделано за счет средств муниципального бюджета. Однако в «Алатаре» еще есть домовладение, куда газ еще не дошел, в том числе в поселке Зеленый. Основная часть уже газифицирована, но владельцы самых новых домов топят дровами и ведут безуспешную переписку с ответственными ведомствами. Обидно. Вот, говорю, построили наш дом. Здесь вот рукой подать, вот каких-то 30 метров не могут провести газ. Мощности уже проложенной в поселке газовой трубы недостаточно, чтобы подключить к ней новые дома. Местные газовые организации проблему комментируют лаконично. От жителей нет заявок. Но это и понятно. По словам жителей, каждый из них вынужден был бы выложить за газификацию своего дома порядка 250 тысяч рублей. Денег таких нет. Но и газа нет тоже. Если весь день топить очень много дров надо, просто не в стоянии это все. И, ну, тепла, конечно, нету. Ладно, хоть дети, внуки с нами не живут. Вот сюда ложу дрова. Ты просто уж мусор пьянь этот. И топим дровами. Сколько, я говорю, ходили. Результата, конечно, никакого пока нет. Чем, когда это все закончится, неизвестно. Программа газификации получила новый импульс после поручения президента Владимира Путина газифицировать домовладений без привлечения средств граждан. Из 85 регионов Чувашия еще не вошла в список Минэнерго, курирующего программу. Но заявка уже направлена. Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика. Свиней нет, а ими пахнет. В Центр управления регионом Чувашии поступила жалоба из Маргаушского района на резкий и неприятный запах, который исходит от свиного навоза. Он, между прочим, относится к токсическим отходам третьего класса. То есть опасен. На все это свинство за соседским забором пожаловалась Ольга Чумакова. Чумана, оба ваши дома. Почему шекспировские страсти разгорелись в небольшой деревушке? Где и делить-то казалось нечего. Репортеры Республики разбирались. В деревне Молгач-Косе одна из соседок разводит свиней. У нее их больше десяти. Все беременные и орут. Стоит вонь. Это законно? Столько свиней разводить? Именно так опубликован вопрос жительницы Маргаушского района в сети Инстаграм, на странице главы республики. Однако в хозяйстве, на которое поступила жалоба, ни о каких свиньях даже не слышали. Кто именно жаловался? А вы, почему вы так... Мы хотели посмотреть, вот в каких условиях у вас содержатся свиньи. Да? А у меня нет ее? Как нет? Вот так нет. А куда они делись? Ну, улетели. Улететь свиньи не могли. Наша съемочная группа все-таки решила проверить, что происходит в хозяйстве, на которое поступила жалоба. Я мусульманин. У меня категорически запрещено свиней держать. Три коровы, три бычка, три овечки, козы, куры и цесарка. Целый зоопарк на территории хозяйства Эльбориса Казимова. Свиней здесь видела только соседка Ольга Чумакова, которая и написала жалобу. Похоже, что соседи враждуют давно и по любому поводу. Если у нее там снег падает на нашу землю, я же ничего не говорю. Там стройматериал лежал, я говорю, что тебе мешает, что ли? Это же на нашей стороне. Она вышла там, все выкинула, этот стройматериал, сейчас я туда переставил. Очень меня обидно, честное слово. Я вообще-то не ожидал, что вот насчет меня они будут жаловаться. Я же никому здесь не мешаю. Наоборот, всем помогаю. Гражданская жена Эльбориса Казимова тоже в недоумении. Ну, свиней-то нету. А где написано, что он супруг? А из-за чего у вас конфликт вообще произошел? А я откуда знаю? Я вообще ничего не знаю, например. Откуда взялись свиньи и на что так? Озлоблена Ольга Чумакова, выяснить так и не удалось. Абонент недоступен. Алло? Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Тот факт, что свиней нет, подтверждает и хозяйственная книга. В данную ситуацию совместно с ветеринарной службой мы все это разрешим. Как бы таких конфликтных ситуаций, я надеюсь, больше не будет. Ссылаясь на решение собрания депутата, на благоустройство населенных пунктов, мы ответ уже отправили. И я надеюсь, в дальнейшем там ветеринарная служба будет принимать меры. Свиней нет, проблемы нет, а жалоба есть. Как есть и правила содержания скота на участке. Завозить их только по ветеринарным паспортам, исключить контакт с другими животными, делать прививки и для того, чтобы не было жалоб на запах, держать их на расстоянии от соседних участков. Сколько метров от забора до свиньи прописано в законе. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Бахтияр Вилеев, Республика из Маргаушского района. В Чувашии впервые отметили День избирательных комиссий. Дата не случайная. Именно 27 июля в 1995 году прошло первое заседание Центра избиркома Республики. От поздравлений до именных наград честовали тех, кто внес весомый вклад в организацию выборов в регионе. В форматах ГАЗ-выборы и организована работа. Созданы хорошие стартовые возможности для внедрения новой версии государственной автоматизированной системы. Один из ветеранов избирательной системы Анатолий Сайкин в Республиканской ЦИК почти 20 лет участвовал во внедрении государственной автоматизированной системы ГАЗ-выборы. ЦИК Чувашия является, по сути дела, полностью оператором системы ГАЗ-выборы под руководством, естественно, Центральной избирательной комиссии. То есть мы просто сегмент. И на самом деле, ведь в ГАЗ-выборы системе это главное не компьютеры, набор программ, а главное люди, которые там работают, системные администраторы, которые все обеспечивают работу всей системы. Новым этот праздник стал не только для Чувашии. До сих пор его не отмечали и в других субъектах страны, кроме Краснодарского края, Псковской области и Карачаева Черкесской Республики. Считаю, что введение такого праздника – это признание того труда, который затрачивают на организацию проведения выборов члены избирательных комиссий. Это в подавляющем большинстве, это очень достойные, принципиальные люди, искренне желающие процветания и стабильности для нашей страны. Грамотная работа с избирателями и в первую очередь с молодежью – залог всей растущей явки избирателей, отметил глава Чувашии Олег Николаев. Очевидно, что избирательные комиссии, организовывая выборный процесс, делают очень большую работу. То есть вот если мы говорим, что 9 тысяч человек работают в избирательной системе Чувашской Республики, а избиратели у нас Чувашской Республики более 900 тысяч, ну, примерно 920 тысяч в этом году. Количество каждый год чуть-чуть меняется, либо увеличивается, либо уменьшается. Это связано с миграционными процессами. Ну и вот эти 9 тысяч человек организовывают процесс, выборный процесс для того, чтобы люди, которые живут на территории Республики, смогли реализовать свое право, закрепленное в Конституции Чувашской Республики, Российской Федерации, право выбирать и через эти выборы закреплять путь развития региона, путь развития Российской Федерации. Высокотехнологичность, современность, понятность, прозрачность и доступность для каждого избирателя, вектор развития избирательной системы Чуваши и всей страны. Рефат Фадкулин, Георгий Кривошаин, Республика. Роспотребнадзора. Борьба за место в парламенте Республики. Четыре партии из десяти подали документы на регистрацию списков кандидатов на выборах в Государственный Совет. ЛДПР, партия пенсионеров, КПРФ, Справедливая Россия за правду. Теперь в течение десяти дней ЦИК Чувашии должна принять решение о регистрации. Подать документы на выдвижение и регистрацию кандидатов от партий на выборы в Госсовет Чувашии можно до 30 июля. Чета Спиридоновых победила в республиканском конкурсе «Сурский рубеж в моей семье». Вместе с детьми они сделали, говоря современным языком, инсталляцию. Казалось бы, нехитрая техника, но исполненная гордости и чувство благодарности к строителям защитного сооружения, которое по протяженности уступает только Великой Китайской стене. А по силе человеческого духа ему нет равных. О подвиге, о котором пытались забыть, но помнят Рефат Фадкулин. Октябрь 41-го, четвертый месяц Великой Отечественной войны. Враг рвется к столице. Ставка главнокомандующего принимает решение возвести оборонительный рубеж по берегу реки Сура. По разным оценкам, до 300 тысяч человек, женщины и подростки, считай, голыми руками возвели одно из самых грандиозных защитных сооружений в истории человечества. Сурский рубеж на Македе. Девять женщин в ватных сугробах. Земля настоящая. Какие истории? Все копали траншею шириной в 6 метров, высотой в 4 метра. Это был противотанковый ров. Если вы заметите, все фигуры разной высоты. Кто-то помниже, кто-то помладше, кто-то постарше. Мы хотели показать, что использовали труд и молодых девушек, и бабушки шли помогать, и женщины в самом расцвете сил. Оставляли детей в семьях и шли копать этот танковый ров. Все были причастны к созданию Сурского рубежа. Кто-то варил горячее питание, кто-то таскал землю на носилках, кто-то копал лопатами, кирками, кто-то, используя пилу, резал бревна и вставляли в землю, чтобы фашистский танк не смог пройти вглубь нашей страны. Вата клеит ткань и ветки. Назвать подделкой язык не поворачивается. Ватные фигурки, безымянные куколки, как дань нечеловеческой силе духа настоящего человека. Нужно было все закрутить, заклеить. Это все было долго, сохнуть должно было. Потом мы долго думали, во что и ходить. Использовали все, что у нас есть, разные ткани, и получилось более натурально, естественно. За основу взяли кусок фанеры, ну, все то, что осталось от отделочных работ. Лепили, клеили, вырезали вечерами и в выходные дни. Не по приказу, по зову сердца. Дети наши любят рисовать. Мы любим все делать вместе. Все поделки изначально, проговариваем вместе с ними, каким бы они видят эту поделку, что бы мы использовали. Прикладываем, вырезаем, ищем вдохновение в интернетах, в книжках, в рисунках, в журналах. Макет памяти строителей сурских и казанских оборонительных рубежей, память в этой семье о подвиге таких же, как они, семей, живших совсем рядом, рядом в пространстве и времени. Рифат Фадкулин, Георгий Кирвошейн, Республика. Юрий Норштейн, автор «Ежика в тумане», возмутился, когда узнал, что в Чебоксарах поставили памятник культовым ежику и медвежонку. Напомню, вчера рядом с аэропортом появился новый арт-объект. Норштейн заявил, что скульптуру никто с ним не согласовывал, и она, по его мнению, обязательно будет пошлой. Я ничего не знаю. Меня эта сторона мультипликации сильно не привлекает. Эта идея бродячая. То в Пензе хотели, поскольку я там родился неподалеку от Пензы, то кто-то где-то сказал, что в Киеве поставили памятник. Не знаю, стоит или нет. Теперь вот в Чебоксарах. Как правило, это все замешивается на пошлости. Поэтому меня это очень сильно не привлекает. Псих. Композицию выполнила и презентовала городу Марийская компания, которая уже дарила Чебоксарам маленького принца с розой. Он стоит на Арбате. Новую скульптуру назвали «Медвежина» с ударением на вторую е. В администрации Чебоксар уверены, что арт-объект всего лишь символизирует стремление к путешествиям, познанию мира, а также желание всего всегда возвращаться домой, на родину, к друзьям и близким. И ничего пошлого в этом нет. Это главные новости Чувашии к этому часу. О ваших сообщайте нам по телефону редакции. 8-926-21-5-21-21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. Берегите себя и своих близких. Я Татьяна Трофимова с вами прощаюсь. До встречи в эфире.